Жизнь человека, как и каждого живого существа на планете, неразрывно связана с водой. Наука доказана, что миллиарды лет назад жизнь вышла из воды на сушу, а тысячи лет назад первые цивилизации формировались именно у природных водоемов. Значимость воды неоценима, а ее ресурсы кажутся нещерпаемыми. Однако, несмотря на то, что более 70% поверхности нашей планеты покрыты водой, уже сегодня ощущается ее дефицит для более чем 2 миллиардов человек. Привлечь внимание населения планеты к глобальной проблеме и указать на необходимость осознанного рационального водопотребления призван Всемирный день водных ресурсов. Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды. Идея его проведения впервые прозвучала на конференции ООН по охране окружающей среды и развитию, который состоялся в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Вода – краеугольный камень жизни. Хотя 70% земной поверхности покрыта водой, 97,5% – это соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68% – замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только 1% от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человека. На сегодняшний день более 600 миллионов человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания, а 2,5 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной воде. В 20 веке использование воды увеличилось в 6 раз и более чем в 2 раза превышает темпы прироста населения. В развитых странах до 30% запасов пресной воды теряются из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%. Но вода необходима не только, чтобы утолить жажду и помочь в сохранении жизни и здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение во всех сферах экономического, социального и человеческого развития. Государства были призваны посвятить День водных ресурсов осуществлению рекомендаций ООН и проведению конкретных действий на национальном уровне. Ежегодно одно из учреждений ООН назначается координатором мероприятий Всемирного дня водных ресурсов и отвечает за продвижение новой темы под руководством Административного комитета по координации. Основные цели проведения Всемирного дня водных ресурсов звучат так. Способствовать принятию соответствующих мер для решения проблемы снабжения населения питьевой водой. Информировать общественность о важности охраны и сохранении ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом. Привлечь к празднованию Всемирного дня водных ресурсов правительство, международное агентство, неправительственные организации и частный сектор. К тому же каждый год мероприятия, проводимые в рамках дня, посвящены определенной теме. Ежегодно тему формулируют в виде актуального слогана. Так, в разные годы девизами дня были слова «Забота о наших водных ресурсах является делом каждого». Вода и женщины. Достаточно ли воды в мире? Грунтовая вода – невидимый ресурс. Водные ресурсы для здоровья. Водные ресурсы и стихийные бедствия. Водные ресурсы и культура. Решение проблемы дефицита воды. Чистая вода для здоровья мира. Вода для городов. Вода и энергия. Вода и устойчивое развитие. Природа и вода. Вода и изменения климата. И другие. С 2018 года ООН объявила десятилетие активных действий в области водных ресурсов. Уже два года слоган праздника остается неизменным, никого не оставляя позади, что обозначает необходимость предпринимать глобальные усилия для того, чтобы каждый человек, независимо от места своего проживания, социального уровня и достатка, имел доступ к чистой, безопасной питьевой воде. Наша страна присоединилась к глобальной инициативе в 1995 году. В этот день в России проходят экологические конференции, круглые столы и семинары, которые освещаются в федеральных и региональных средствах массовой информации. Свой вклад в распространение информации о проблеме вносят музеи и библиотеки, на базе которых проходят тематические выставки. В этом году о проведении выставки «Всемирный день водных ресурсов» заявила Российская государственная библиотека, которая представила подборку ретроспективных изданий из фонда ООН. На выставке представлено издание первого доклада о значимости водных ресурсов мира. Знаменитая «Повестка дня на 21 век», опубликованная в 1992 году. Один из разделов выставки посвящен вопрос санитарии питьевой воды. 22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества. Практические усилия могут помочь углубить общественное понимание как проблем, так и решений в этой области. Для достижения положительных результатов необходимо превратить слова в обязательства и действия в рамках общей темы. Берегите воду!